Привет, мои дорогие! Начинаем новый влог. У нас каникулы. Начало каникул, начало недели. Детки отдыхают, еще пока не выходили из комнаты. Я для деток сегодня на завтрак хочу приготовить ленивые вареники с творогом. Вареники я уже сформировала. Взяла 300 грамм творога, 1 яйцо, 4 столовые ложки с горкой муки, немного посолила и где-то 3 чайные или 4 чайные ложечки сахара добавила. Сформировала колбаски, порезала на такие вот кусочки. Целый подносик получился. Сейчас пока уберу в холодильник, детки проснутся и я их быстренько отварю со сметанкой. И если детки захотят добавить сахара, получится настоящая вкуснота. 3 градуса тепла. Но я бы не сказала, что на улице прям холодно. Я сегодня ранним утром ходила на стадион. Погода в принципе хорошая. У меня почти 10 тысяч шагов нахожена. Когда я занимаюсь какими-либо делами и у меня есть возможность одеть наушники и слушать какие-нибудь научные лекции, интервью врачей, кандидатов медицинских наук, докторов медицинских наук, я при любой возможности такие видео, лекции смотрю, слушаю. И недавно я смотрела врача, врача-гастроэнтеролога. И знаете, какой он дал совет? Для улучшения настроения, повышения жизненного тонуса полезно каждый день есть, принимать в пищу какао-бобы. Натуральные какао-бобы. Буквально несколько штук какао-бобов улучшат ваше настроение. Но я и решила попробовать. На Озоне мы заказали какао-бобы. На днях они нам пришли. Но сразу скажу, что это на любителей, как оказалось. Они вот так выглядят. Их можно в неочищенном виде есть. Они сырые. Мне нравятся. Знаете, они такие горьковатые. Присутствует в них горечь. И похожи на горький темный шоколад. Моим домочадцам они не понравились. Раньше, если есть шоколад, то я всегда выбирала молочный шоколад. Он мне как-то нравился больше, он слаще, он нежнее. А в последнее время я поймала себя на мысли, что мне нравится темный шоколад. Знаете, просто я его полюбила. Как-то вот так вот с возрастом, наверное, меняются вкусы. И я сейчас склоняюсь больше к темному шоколаду. Лучше я поем темный шоколад, чем молочный шоколад. Темный шоколад мне очень нравится. Поэтому какао-бобы мне тоже понравились. Несколько штук, я вот штук пять-шесть в день съедаю. Мне нравится. Я почитала на просторах интернета информацию по сортам. Они получаются, какао-бобы делятся. И какие сорта лучше покупать. Насколько я нашла информацию, сорт Креола. В нем содержится меньше горечи. И чувствуется приятный шоколадный вкус. Варевонька, праздновалось. Уже три часа назад. Ой, здесь ты-то говоришь. Ну, вышла ты из комнаты недавно. Боня. Полчаса назад? Ну, нет, не полчаса. Почти час назад. Боня? 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 Ну, ты что злишься-то? И нравится, и не нравится, что ли? Боня меня ругает. Выкусывает меня еще. Куська, куська, куська. Какие штучки дальше? Помнишь? Помнил, что такое? Будем варить? Смотри, как вы огняет бодрый телефон. Ого. Первая порция ленивых вареников готова. Маслечка сливочного добавила. Варить их обязательно нужно по чуть-чуть, чтобы они не слиплись, не разварились. Аппетитненько, ночь. Накладывайте? Да. Там попробуй, если что, с сахарочком посыпать можно. Так, пока что. Так, а так, сметанку. Тут вторая порция варится. Варятся они очень быстро, сейчас они всплывут, и не больше одной минутки их нужно будет поварить, и вылавливать можно. Детки позавтракали, я сейчас мою посуду, поесть какао-бобы. На ужин сейчас приготовлю наггетсы, уже филе грудки индейки я запанировала. Готовлю наггетсы всегда в духовке, не жарю я их никогда в масле на сковороде, только в духовке. И отварю в пагетти. Также еще необходимо мне пожарить свинечки. Помыла голову, посушила волос. Такая, когда только свежепомытая голова, такая легкость на голове прям приятная. Пока у меня готовится ужин, выпью чашечку кофе, я тут экспериментировать начала. Раньше я в кофе добавляла, мне кажется, много молока. Точнее, как раньше, до вчерашнего дня раньше. Сегодня я начала уменьшать количество молока в своей чашке кофе. Утром я варила себе кофе и грела 200 мл молока. Сейчас хочу сварить чашечку кофе со 180 мл молока и попробовать. Всегда я себе грела молоко, то есть, ну вообще, полный кофейник. Здесь, если полный кофейник, считать, 250-260 мл молока. С учетом того, что кофемашина варит экспрессо 60 мл, и если я еще добавляла 250-260 мл молока, в общем, у меня бокал получался 300-310 мл чашки кофе. Сейчас мне хочется проэкспериментировать. И вот утром я пила чашку кофе. Мне прям очень кофе понравился. Там более насыщенный вкус кофе. Хотя я раньше такой кофе не любила. Где ярко прям, вот знаете, такой вот прям присутствует ярко выраженный вкус кофе. Вот прям сильно-сильно такой вот прям крепенький. Раньше я такой кофе не любила. Сейчас вот как-то наоборот мне стало нравиться. Поэтому сейчас я еще уменьшаю количество молока и буду пробовать. Если мне вот так будет нравиться, то значит буду пить такой кофе. Время доходит в 9 утра. У нас новый день. Пришла со стадиона. Доброе утречко, мои дорогие. На улице прекрасная погода. Вчера был дождь, сегодня туман. И на улице прям тепло-тепло-тепло. Очень комфортно. Была прогуляться по стадиону. Находила более 7000 шагов. Греется чайник. Буду разогревать молочко себе. Для чашечки кофе. По пути зашла в Новосергиевский магазинчик. Купила сметану и творог. Такая погода у нас за окном. Видно, что на улице туман. Детки проснулись, буду кормить завтраком. Вчера я жарила чебуреки. Делала их маленькими. Вообще за свою жизнь, по-моему, я первый раз вчера жарила чебуреки. Я не припомню, что когда-то я жарила их. Ну, вроде бы получились ничего. Но я их принципиально делала маленькими. Здесь у меня тушатся, жарятся филе индейки. Буду готовить сметану с соевым соусом. Здесь у меня готов соус. 2 столовые ложки соевого соуса. 2 столовые ложки сметаны, перец, паприка по вкусу. И когда филе индейки у меня пожарится, я добавлю лук, а после добавлю соус и залью водичкой. Все это перетушу и готово. Индейка готова, соус загустел. И пахнет очень ароматно. Я уже много раз этот мишка оттывалила, видится. Вот этот. Сейчас я до конца оттойду, приклеиваю двери. Пришла со стадионом, запарилась. Время нет еще 9 утра. Шагов у меня пока не настолько много, но все-таки находила 6774 шага. Сейчас в душ и сварю себе чашечку кофе. Мой халяйин. Пока сам не проходит. Я все верю, что он все-таки у меня рассосется. Папочка лепешку нам привез свеженькую. Мы сегодня съездили на Петровский рынок. Нам необходимо было купить семя льна. Семя льна я уже рассказывала, еще раз повторюсь. Я перемалываю на кофемолке и добавляю в творог на завтрак. Также мы каждый день едим понемножку семечек. У нас семечки заканчиваются. Надо было тоже подкупить. Купили семечки. Семечки, видимо, уже новый урожай. Они прям такие крупные, классные. Что по ценам? На большом складе мы покупали на Петровском рынке. Кто из Оренбурга знает, где это, скорее всего. На лесозащитной. Льна стоит 75 рублей килограмм. Семечки подорожали. Были 105 рублей, по-моему. Сегодня они 138. Но они прям крупные. Также приправки там же взяла. Приправа классическая для корейских салатов. То ли 55 рублей стоит. Примерно цены. Куркума 38 рублей за 100 грамм. Два лоточка взяли. И перец 78 рублей. Он дробленый экстра. Такой не прям порошок стертый. Также на большом складе Кока-Кола продавалась. Варюшка и Тимохе. Варюшке и Тимохе, да, взяли. 113 рублей. Двухлитровая. Производство Казахстан. Алматы. Так, полотеночки зашли. Купили в фикс прайсе. Не помню, сколько они стоят. 8,6 что ли рублей. Или 69. А, 69, по-моему, рублей. А еще, посмотрю, у нас уже пошла хурма. Хурма в продаже появилась. И вчера видела во многих фруктовых магазинчиках хурму Азербайджан. Подумала, что-то дороговато. Надо съездить на Петровский. И поехали также как раз за хурмой. Представляете, хурма такая же, как у нас здесь, в близлежащих магазинчиках. Стоит там оптовая цена на оптовом рынке, тоже на лесозащитной, 110 рублей килограмм. Взяли целый ящик. Здесь 9 килограмм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА